В рамках подписания соглашения о сотрудничестве между КФУ и Пермским научно-образовательным центром «Рациональное недропользование» Казанский федеральный университет посетил и делегации Пермского края. Все подробности далее. Визит делегации Пермского края начался с унц-Айтилицея КФУ. Экскурсию по нему провел директор Айтилицея Ильдар Мухаметов. Гости побывали в учительской комнате, в которой был сделан ремонт. В видеостудии, где проходят записи видеоуроков для учащихся. В библиотеке в формате Open Space, которая работает с утра до вечера. Там ребята могут не только получить книги, но и готовиться к Олимпиадам. А также кабинет информатики и биологии. Лицейцы презентовали свои проекты, связанные с развитием родных языков, биологии, химии, созданием тактильных предметов для незрячих. Главной целью визита стало изучение опыта для создания общеобразовательных учреждений на базе университетов. Для меня очень ценно было посещение именно этого лицея, поскольку в 2022 году, 1 сентября, мы открываем сразу три лицея на базе трех наших ведущих вузов. Поэтому опыт создания лицея нам, несомненно, пригодится. Я уже понимаю, что нужно сюда приезжать, нужно, конечно, смотреть и детализировать что-то. Но, кроме всего прочего, у меня просто огромная гордость за нашу страну. Мы точно тут не конкуренты. Мы все вместе, все вместе работаем на благо нашей страны. Напомним, IT-лицей функционирует на базе КФУ с 2012 года. Отработана довольно большая практика. Проректор Казанского университета по образовательной деятельности Тимирхан Алишев отметил, что Пермский край является одним из лидеров в России в сфере образования и науки. В настоящее время принимается решение о том, какие будут дальнейшие эти шаги. Они, прежде всего, связаны с созданием совместных лабораторий, совместных центров, следствий и так далее. Но в настоящее время мы обсуждаем также еще одну тематику. Дело в том, что в Пермском крае в настоящее время принято решение о создании школ в структуре университетов. Для них эта практика новая. И предполагается, что с будущего года три таких школы будут созданы в структуре трех разных университетов в Пермском крае. И сегодня делегация, которая к нам приехала в Ателице, она изучает практику функционирования лицея в структуре университета. Далее гости проследовали в главное здание Казанского университета, где они посетили музей Казанского университета и Ленинскую комнату. По словам губернатора Пермского края, в числе перспективных направлений совместной работы НОТ и Казанского университета находится нефтяная и газовая промышленность, одна из ведущих отраслей в Пикамье и Татарстане. Сегодняшнее соглашение, наравне с соглашением, которое вы подписывали с классическими университетами, я считаю, должно быть основой для того, чтобы мы дальше развивали межоригинальное взаимодействие, межузовское взаимодействие. Понимаю все-таки, что задумка создания НОТ будет успешной только благодаря тому, как мы на местах поработаем и, собственно говоря, поплатим те идеи, ради которых наши уважаемые коллеги в федеральном правительстве создавали научно-образовательные центры. В конце встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Пермским научно-образовательным центром «Рациональное недропользование». Официальный документ торжественной обстановки подписали глава Пермского края Дмитрий Мохонин и в Рио-ректора КФУ Дмитрий Таюрский. Соглашение подписано 25 января 2022 года в городе Казани. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс.